Приветствую вас. Я думаю, что психоаналитики сказали бы, что вам нужно принять свою боль, которая есть у вас внутри. Я думаю, что психоаналитики сказали бы, что вам нужно пережить все стадии принятия боли. И, соответственно, после того, как вы примете боль свою, после того, как больше она не будет вас тревожить, я думаю, что вам будет лучше. Потому что первоначально это действительно проблема с болью. То есть много-много-много у вас боли, а боль это как бы потенциал для роста. И поскольку вы не используете этот потенциал, поскольку вы его не реализуете, поскольку вы вот этот свой потенциал, который определяется, собственно, болью, никак не предваряете в жизнь и не используете, что и сделано, вы начинаете на все забивать, потому что, ну, как бы, вы не чувствуете себя, вы не чувствуете свое желание, вы не чувствуете, что вам нужно. А обиды, которые у вас есть, ну, хотя бы, например, на отца ребенка, да, вот, они вас глотят. Ну, и вообще, боль она же откуда-то взялась, вот. С это все нужно проанализировать, сделать необходимые выводы вам, вот, подкорректировать свое поведение и отпустить обиды, если они есть. Дальше. Дальше. Следующий момент. Значит, вы пишете, что мужа нет, отношений нет. А зачем? Зачем вам мужа отношения? Все хотят только секса со мной. Ну, это на самом деле говорит, скорее, о том, что вы привлекательны. Вы привлекательны и сексуальны, и я не думаю, что это совсем уж плохо. Да, конечно, плохо, что вас видят только-столько сексуальный объект, это правда. Это вот, конечно, не очень хорошо. Но то, что с вами хотят секса, ну, на мой взгляд, это скорее хорошо, чем нехорошо. Вот. Потому что, ну, да, там, нужно подкорректировать что-то и так далее. Вы говорите, что жизнь нет, что такое, что в вашем понимании жизни, да? Вот. Если вы хотите, чтобы мужчины смотрели на вас не только как на сексуальный объект, но еще как-то по-другому, то в таком случае вам самой нужно развиваться духовно, да, духовно расти. А для духовного роста, опять же, нужно смотреть вот на эту боль, которая и пытается вам подсказать, что вы делаете не так и почему. Как касается материальных проблем, то здесь, опять же, финансовая грамморность, профессиональная ориентация, ну, дисциплина, конечно. Ну, вот. Важно. И целеполагание. Без этого, без этих моментов, конечно, не получится ничего сделать, да? То есть это совершенно очевидно. Ага, на мой взгляд, на мой взгляд, да. Дальше. Выпивьте. Иногда выпиваю. Ну, это очень негативно, я бы сказал, потому что, как бы, тот факт, что вы выпиваете, это очень негативно, потому что, по сути, происходит избегание, избегание проблем своих. Ну, вот. И... Проблема не решается, да, и очень легко вступить на дорожку алкоголизма. Ну, Поэтому здесь я вам, конечно, могу порекомендовать только обратить внимание на себя, да, и в корень проблемы, а не увлекаться алкоголем. Потому что, вот, вы говорите, что у вас материальные проблемы, да, а почему-то на алкоголь деньги есть. Как бы я вас не обвиняю, да, но, ааа, хочу сказать, что это вопрос, аааа, это вопрос, как бы, приоритетов. этот вопрос именно приоритет. Вот те деньги, которые вы, например, тратите на алкоголь, к примеру, раз мы их тратили, ну, там, обычно откладывали или что-то еще. Вот. Понимаете? Вот, в принципе, так вот, можно ответить вам на ваш вопрос. Дальше. Так, не хочу подписаться, ну, еще не ищем. А, ну, здесь прослеживается оценка. Вот. То есть, ну, склонность к оцениванию себя, на мой взгляд. А вот, в принципе, так можно ответить. Ладно, ваш вопрос. Значит, вопрос, все изменить не является корректным. Потому что менять все сложно. Вот. Нужны четкие задачи. Нужны четкие, достижимые, но задачи, как правило, будет реально выполнять, а не так, что, вот, вы хотите все изменить, знаете, что у вас не получается и в итоге ничего не делать. Это, своего рода, психологическая игра. Образдание для того, чтобы ничего не делать. Поэтому, что именно хотите изменить? Задачи. Определите задачами, определите целями, средства и условия мы вам поможем подобрать. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительно пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. До встречи.